Ну, так же будет вроде жестче сопротивление вперед. Да, но будет ниже контроль. То есть, если макевару при этом выдернут резко, то ты просто пролетишь вперед. Вот и представь, что ты противника бьешь и промахиваешься. И пролетаешь, значит, время как и бежишь туда вперед дальше. Получается фигня. Именно поэтому и ногу вымеряем на такую дистанцию, что когда у нас удар закончится, если мы даже не попадем, то мы не упадем. Если мы перезагрузим ногу, макевар не окажется там, мы просто провалимся. Этого делать нельзя. Поэтому передняя нога у нас всегда отыграет роль стабилизатора, чтобы сконтролировать себя от того, чтобы не пролететь вперед. А задняя нога – это толчок. Именно задняя нога создает силу. Она перед нами создает. То есть, удар идет от задней ноги. Именно поэтому у большинства бойцов, которые работают в одной стойке преимущественно, ноги выглядят так, как у меня. Видишь разницу? И правая больше. Правая толща в икре. Потому что я работаю в левосторонней стойке, у меня постоянно пружина с задней ногой. С задней ноги идет ударная техника. Стойку я меняю, бывает, конечно, иногда. Но в основном-то я работаю в одной. И поэтому за годы работы нога стала толще. Дальше. Отработали мы с этой стороны. Да, при этом рука должна быть абсолютно выпрямленной. Чтобы не было соблазна вот это доработать. И чтобы не думать о том, что вообще рука работает. Мы руку из удара выключаем сейчас. Мы дорабатываем конечную фазу ногами. И стабилизация спины. Вот что важно. Чтобы ударить, мы стали как памятник Ленину. Потом то же самое мы делаем в геаку варианте. Он более сложен. В плане сопротивления. Я почему это сказал уже? Потому что больше рычаг. И нам приходится больше тратить сил на компенсацию противодействия ротаций. То есть макевара нас будет, когда мы даем туда разворачивать, обратно. И нам придется это компенсировать. То есть появится еще дополнительное динапряжение. И это тяжелее по этому. Сейчас это все почувствуешь. То есть вот так давить будет легче, да, с передней руки. А сзади поставишь, и будет уже намного тяжелее. С-с-с-с-с. Так же. С-с-с. Постоянно заднюю ногу. С-с-с. Сейчас нога работает заднюю. Именно ей. Не телом туда, а дна наклоняемся. Это бесполезно. Вот что важно работать. Самые мощные мышцы тела. Ну вот. И сколько раз это делается? На начальном этапе и на последующем этапе, пока мы развиваем именно координацию, это делать надо немерено. Пока есть силы. То есть встал в одну стойку и делаешь... На. Но за подход не больше десяти раз. Иначе качество потеряется. После десятого раза ты неминуемо начнешь подключать импульс. То есть ты уже не будешь работать то, что надо, а будешь работать так, как легче. Наших сил уже не будет, а будут подключаться другие мышцы. А вот подходов надо делать много. Иногда даже в отказ. Когда уже даже там пяти раз не можешь сделать. То есть сделал там десять подходов. И на одиннадцатый подход ты не можешь десять раз этот подход сделать. Ты можешь только сделать три. Уже ноги все трясутся. Сейчас поймешь, что такое работа ног. Ну вот мы в практической части сейчас перейдем. Гуд? 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 Гуд?